Этот выпуск новостей с колес мы посвятим тому, как российский автопром преодолевает новый кризис. Итак, АвтоВАЗ встретил календарную весну подорожанием автомобилей. Скажем, Lada Vesta разом прибавила 170 тысяч рублей, так что теперь за базовый седан дилеры будут просить больше 1 миллиона рублей. А сильнее других подорожали универсалы Lada Largus, цена которых резко возросла сразу на 250 тысяч рублей. В итоге в сегменте до миллиона остались только Гранта да классическая Нива Ледженд. Притом Lada вскоре могут стать дефицитом. У завода сейчас возникли логистические проблемы, так как приостановлены поставки комплектующих, которые шли из Европы по линии Рено. Более того, непонятно, как поведут себя французские акционеры российского автогиганта, ведь министр экономики Франции анонсировал серьезные санкции. Между тем, группа ГАЗ живет под постоянной угрозой санкций вот уже 4 года. В таком положении производитель оказался в 2018 году, когда Минфин США запретил американским компаниям вести бизнес со всеми структурами, принадлежащими Олегу Дерипаске. Формально принятые санкции до сих пор не водились фактически. Американские власти регулярно переносили дату, с которой заокеанским фирмам предстоит прекратить отгрузку компонентов. До реальной остановки поставок дело до сих пор не доходило, но, например, программа установки на газель фольксвагеновских дизелей все эти года была практически заморожена. Сейчас ситуация еще серьезнее. И с 27 апреля Горьковский автомобильный, Павловский автобусный и другие заводы группы ГАЗ могут остаться без необходимых комплектующих заграничного происхождения. В автомобилях УАЗ тоже хватает импорта. Скажем, в Патриоте около половины деталей иностранные. Но если исключить электронику Бош и автоматы Панч, то основное количество узлов поступает на ульяновский конвейер из Поднебесной. Увы, но запасы импортных деталей на заводе минимальны, так что любой логистический сбой грозит производителю Патриотов и Хантеров остановкой производства. В аналогичной ситуации также находится другой актив компании Солерс, предприятие Солерс Форд, что выпускает грузовички Форд Транзит. К слову, это самое популярное после газелей коммерческое семейство в России. К тому же в нынешнем году Транзиты планировалось серьезно модернизировать.